Дальневосточный фестиваль Наше солнце встает на востоке И хотя все мы с вами прекрасно знаем, что солнце, согласно законам природы, встает на западе, а на востоке заходит Давайте все-таки посмотрим то, что отсняла наша съемочная группа И попытаемся для себя определить, где же все-таки встает наше солнце Рок-фестиваль! 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 Несомненно, Дальневосточный рок-фестиваль явление по своей сути довольно-таки интересное Каждый год в середине весны множество различного рода рокеров, панков, металлистов и прочей братьей, которая может себя причислить неформалом Собирается и приезжает в Хабаровск Причем, поначалу мне не было понятно, зачем они это делают Ради того, чтобы 15-20 минут поиграть на сцене и потом уйти до следующего года Но сейчас, мне кажется, я уже смогу ответить на этот вопрос Потому что сам оказался затянут в этот фестивальный омут с первых же дней И, что называется, с головой ушел в мир музыки В нашей программе вы услышите мнение людей, как очень близких к рок-музыке, так и далеких от нее А также мы покажем вам группы, которые нам наиболее запомнились Вот, кстати, одна из них Знакомьтесь, Владивостокская команда FATE Это уже очень старое название, и мы как бы следуем вам Это магическое слово Оно у нас даже сегодня это выручило практически В каком смысле? Ну, в каком, в оригинальном смысле В тяжелом, в таком нашем сегодняшнем состоянии, ведь мы хотели не выступать И то, как слово ведет нас к победе Кстати, сейчас много народу поет на английском языке, а вы на русском вроде как Я в том, что, понимаешь, так случилось, что мы почему-то в России живем И, видимо, приходится на своем, надо для своих же поем Для англичан будем на английском петь Мы, в общем-то, играем платные концерты в клубах В общем, все это происходит, но зарабатываем не этим Хотим, много хотим денег, очень много Получать за это, тогда бы мы еще лучше играли А что, по-вашему, не хватает? Денег Не хватает? Для того, чтобы получать много денег, чего не хватает? Не хватает людей, которые хотят зарабатывать Это долгий вопрос такой Дело в том, что про нашу ситуацию на Дальнем Востоке не надо Тут, наверное, все знают, как это, в общем-то, отсюда вылезти Вот, поэтому Ну, есть примеры, в основном неудачные Наших выходцев туда, куда-то в большие деньги Поэтому мы пока еще и там не оказались Когда окажемся, расскажем Что такое для вас фестиваль? Вот для нас фестиваль вообще, это такое место, где получаем положительные эмоции на весь год вперед Особенно на Хабаровске, конечно, фестиваль, мы говорим Потому что вот мы были в прошлом году первый раз Просто вот запомнился, нам весь год вспоминали, приехали сейчас То есть нам так здесь четко, ну, все, хорошо, люди интересные вокруг То есть, допустим, вот в Владивостоке такие тусовки проводятся более На таком более уже каком-то элитном уровне, не такого рок-н-ролльной Массовой рок-н-ролльности Него теперь? Ты посвети значительное сердце Кто-то тут все у тебя, вы оставь вот сейчас Вот тут не так вкусно и ненавишно и исп Tutaj И ненавишно лишь молчать к родам вообще Ничкот nan, katinaONA За всю этуárght А сейчас вы услышите, что скажет о рок-фестивале человек, мнение которого вас наверняка заинтересует. Цель фестиваля это все-таки донести свое искусство, свое умение до зрителя. И поскольку политика достаточно широка, участников этого фестиваля, мне кажется, что хабаровчане в этом плане счастливые, потому что они смогут увидеть достаточно много и групп, и исполнителей, и сделать, так скажем, для себя достойный выбор. К сожалению, я не могу себя отнести к особым знатокам этого искусства. Но, тем не менее, все мы были молодые, все мы увлекались в то или иное время соответствующими направлениями в музыке. И поэтому иногда, когда удается слушать коллективы современные, я должен сказать, что не все так плохо и так неприемлемо, как иногда говорят люди, которые занимаются рок-музыкой. Это люди неординарные. И тут уже, ну так скажем, желание зрителя отдать свое предпочтение тому или иному коллективу. Действительно, на фестивале было достаточное количество необычных по форме и по стилю исполнения групп и отдельных исполнителей. И их творчество лично для меня не всегда укладывалось в привычные рамки. Но были люди, которых действительно ждали и хотели услышать. К числу таких людей относится Матвей Журавлев, дедушка хабаровского рок-н-ролла. Я лежал и болел, а рог меня поднял. Я жил, глаза блестят. А, наверное, это самое главное. И всех, кому за 70, я прошу убегать из больницы, приходить на полчаса полетаем. А что такое фестиваль для вас? Наверное, все-таки праздник. Праздник. Праздник раскрепощения мышечной культуры своей, какая она там осталась. Праздник, что люди забывают о себе, думают о музыке. Неважно в каком стиле, в каком оборудовании, они живут каждой жилкой, каждым кровотоком. И вот это вот так настраивает. Я не хочу умирать. День, два, три! День, два, три! День, два, три! Праздник. День, два, три! Праздник, как мира! День, два, три! День, два, три! Теперьtre leader! Субтитры подогнал «Симон» 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 Их музыку я понял одно. Такое возможно только в состоянии аффекта. Ну а мы плавно переходим к следующей теме. В дни фестиваля Хабаровский государственный технический университет отмечал свое сорокалетие. Собравшиеся на фестиваль зрители узнали об этом с большим одобрением и тут же практически на месте исполнили имениннику особую. Как полагается в таких случаях песню. Хочу обратить ваше внимание на еще одну команду, которая практически уже стала культовой на Дальнем Востоке. Эта группа называется Еху. Еху. Я очень рад залу. Потому что зал так воспринимал. Потому что все было так замечательно. Был настоящий праздник. Я не знаю, может быть он последний, может быть не последний. Но был праздник просто и было все, что... Зал замечательный. Зал очень хороший. Что тебя может вывести из себя? Если бы мне Ленка сейчас не дала пиво, это бы мне вывело из себя. А вот сейчас мне хорошо стало. Даже просто само присутствие того, что есть с пивом. А есть какая-нибудь вот сейчас после концерта мечта? Есть. Какая? Какая? Спасилось. Чтобы все продолжалось. И это так здорово. Невольно задаёшься вопросом, а что же есть рок? И на этот вопрос есть ответ. Да, сколько людей, столько и мнений. В нашей программе мы показали вам только три команды, а на фестиваль приехало 52 группы, и это не считая тех команд, которые не прошли отбор. И вот так каждый год в конце марта приезжают в Хабаровск ребята, чтобы играть рок и альтернативную музыку. И когда я смотрю на всё это сборище, может быть, чем-то непонятных мне людей, но тем не менее удивительно таких мирных, несмотря на все их агрессивные атрибуты, я думаю об одном – наше солнце действительно встаёт на востоке. До встречи на следующем рок-фестивале. Рок-фестиваль. 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 Продолжение следует...